Дорогие друзья, с вами школа Бовсуновского. В курсе 12, значит, это у нас план глубокого понимания объектно-ориентированного программирования Python. Мы рассматриваем инициализацию объектов конструктора init. Это уже, как говорится, идет глубокое понимание, профессиональное. На самом деле, я кода мало буду рассматривать. Есть целый курс, где мы рассмотрели 12 уроков. Все очень подробно. Я только объясню, что надо понять, зачем все это мы делали. На картинке сразу видно инициализация объектов. Ну, давайте возьмем простую ситуацию. Когда простая программа, нам без разницы, мы напишем, любой код отработает. Когда у нас есть один класс, есть некие ингредиенты. В данном случае я рассматривал в роли супа горохового. Мы рассматривали также более точно график. И рассматривали, в принципе, если бы это была система банкомата, где был бы пин, счет, баланс. Во всех трех этих ситуациях возникает следующая вещь. То есть, при создании нового экземпляра класса, если у нас выпадет какой-то один аргумент, то это приведет к ошибке. Когда мы варим суп, допустим, если мы не положим горох, то горохового супа точно не будет. Если идет точное определение графиков, и вдруг Y не будет определен, то понятно, что график не будет точным. Ну, а если какие-то серьезные системы, это, допустим, у нас баланс минус, но этот аргумент у нас не учтен. И тогда система, допустим, выдаст деньги, что приведет к краху. То есть, по сути дела, нам, мы с вами, в данном случае, будем заботиться о том, чтобы у нас появлялись ошибки. Да, вроде как ошибок боятся программисты. Многие. Но не мы с вами, ребят. Сегодня мы рассмотрели в этом курсе использования конструктора init. Мы очень много с вами работали с консолью. Мы поняли, откуда ноги растут, что внутри создает конструктор init. Мы с вами полностью разобрали, почему именно влетает ошибка, когда она вылетает, и она называется, допустим, потом тип init missing 2. В общем, грубо говоря, нет позиционных аргументов. Значит, мы в консоли четко посмотрели, как работает внутри Python, что он создает кортеж. То есть, по сути дела, зачем мы это изучали, и зачем вообще разбираться и усложнять код. Ну, первая причина. Потому что мы движемся к мета-классам. Мета-классы это способны делать только в Python. Это классы, которые динамически создают классы во время взаимодействия с пользователем. До мета-классов нам, конечно, еще далеко, но тем не менее мы начали рассматривать внутренности Python и хитрости, то есть профессионально. По сути дела, мы начали заботиться о том, чтобы Python точно проверил и запустил все аргументы. Мы научились понимать, когда есть ошибка, что, наверное, надо не дергаться искать, а, наверное, подправить код и создать аргументы по умолчанию. Значит, этот курс, если, вот, курс, допустим, на Pro365.net, он совсем для новичков, для чайников, я рассматривал близко к Луцу, да, и для того, чтобы люди могли читать, пользоваться, то данный курс, он здесь я рассматриваю, то, что нет, то есть есть у Луца, но это пару строк, ну, где невозможно понять, потому что Луц показывает как, это как справочник больше, я рассказываю, почему именно так, то есть, то, что не учтено у Луца, это я и рассказываю, это глубокое понимание Python, где мы понимаем, что откуда, и после этого курса, я надеюсь, и в Жанго перестанут быть вечные проблемы, когда не понимаем, что она от нас за аргументы требует, и в Python вы начнете применять, именно, именно инициализировать объекты, для того, чтобы быть уверенным, что ваша программа отработает четко. на самом деле, мы разобрали еще глубже, мы даже уже опустились, углубились, вернее, до мета классов, мы рассмотрели, как вызывается инид, что он делает, и рассмотрели то, что идет перед инид, это мета, не мета, это статический метод new, что он делает тоже, и по сути дела, я уверен, что теперь самые важные функции, вы будете с удовольствием инициализировать, радоваться, когда будут у вас появляться ошибки, такие, как атрибуты error, или тип error, то есть, вы четко будете понимать, вы эту ошибку ожидали, ага, вы не поставили аргумент, это все безопасность и точность Python, мы рассмотрели, насколько это мощно, смотрите, курс, также я дал код, ну, в общем, надо хотя бы, по минимуму, как я сказал здесь в курсе, один денек посидеть, поработать с консолью, именно денек поработать с консолью, вы поймете в курсе, почему денек, и почему надо поработать, потому что мы пробовали дефалт указать, выявить дефалт указать самой функции, то есть, по-разному код, по-разному доступы, ну, по сути дела, будем говорить так, что рассмотрено все очень подробно, довольно простым языком, и поэтому, я вам скажу так, глубокое понимание ООП, о чем многие мечтают, проще, чем вы думаете, так, шаг за шагом, мы движемся, и применение и понимание объектно-ориентированного программирования, у вас будет на осмысленном уровне, что надо сделать, вы будете видеть сайт, немножко в другом виде, вот так, пока не вошли, надо нажать, получить логин и пароль, получить пожизненный доступ, и заниматься, не забывайте, школа, это не просто, как это, засмеялся, вспомнилось, с фильма, шорты превращаются, помните, так вот, извините, что смеюсь, это не просто Python, ну, во-первых, здесь есть начало для самых чайников, грубо говоря, но это еще Django, это еще, значит, машинное обучение, то есть, применение, это работа с Python for Android, то есть в Киеве, то есть везде нужно глубокое понимание объектно-ориентированное программирование, и это у нас с вами будет на 100%. Спасибо, с вами был Валерий Бусиновский, успехов, спасибо вам за доверие.